Море В скором времени у нас, не узнаешь город наш, Тут сберкасса малая, там стоит столовая. Где родился, тут бы согласен прожить. Зачем оно переезжать? И чего искать? Что они уедут, не лучше, что ли, найти? Там манная каша с неба упала. Нет. Ее нигде нет. Нигде она не упала. А везде надо свой труд применить, да и работать. А годочков-то сколько дедушка? Годочков? 92. Только. Немножко. Зубы просекаются, скоро жениться будет. Так что вы тут бросили якорь и больше ничего? Да, можно так сказать. Уж коли поймали меня на слове. Вот якорь как раз и я символ поседлости, что ли. Я так считаю, во всяком случае. Ричард Ривис, он пишет, что мечтает побывать в Тотьме и встретиться с ее людьми. Ну а первое письмо пришло вот такой большой конверт с очень интересным адресом. В русский он звучал бы как на деревне дедушки. Город Тотьме на сухой реке. Дошло. Сейчас уже и в Америке знают, что существует маленький русский город с американским зверем в гербе. Морю не надо слез. Морю не надо слез. Морю не надо слез. Это я со сцены читаю. Указ императрицы Екатерины Второй. Учредить герб города Тотьмы. Черная леса в золотом поле. В знак того, что жители города в ловлике зверей упражняются. Милостивый государь, мой граф Алексей Николаевич Румянцев. Убывая на всемилостивейшее покровительство Ваше, вознамереваюсь просить Вас о поддержке моего дерзновенного прожекта. С помощью Божьей намереваюсь я ныне возглавив первое кругосветное путешествие россиян, жизнь отдать расцвету российско-американской кампании, с тем, чтобы распространить свет Отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов. Да будет судьба России крылата парусами! Это граф Рязанова. Он плавал на швунах Юнона и Авось. Наш кускок на швуне Авось плавал. А вот на другой стороне пройдет? Рядом, совсем рядом. Значит, это водитель? А вот у Фортроз где-то. Нет, вот. Тут где-то в этом районе. Здесь и Кусков и был. А вот этот кусков был. Существляется поиск лонгробной плиты нашего знаменитого земляка Ивана Кускова. Есть гипотеза. Всех, кто интересуется, ждем у кинотеатра в субботу. 17 октября в 11 часов. Кладбище. 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 Кладбище было около санатория. Это мы были на самом. И у Пятовской школы дома. Санаторий. Санаторий. И благодарность за счастливый исход плавания во славу России. Тотьма 18 века. Местные купцы Степан Черепанов и Федор Холодилов, Андрей Титов и братья Пановы совершают свои первые плавания в новый свет. Иван Кусков основывает славянское поселение в Калифорнии. Форт Рос. Вот тайна тотенских картушек. Они перекочевали на стены соборов из морских карт. Но такой факт, конечно, был потрясающий. Убийство президента. Вот и сделал. Тем более, хоть Америка за океаном, а это все-таки в Соединенных Штатах и нашей страны есть общая страница истории. Русская Америка. Лагерный номер военнопленного моего отца. Вот видите, здесь прорезь такая. То есть, это запрограммировано смерть человеку. У меня хранятся американские ботинки солдатские, джиайские, американского джиай, в которых пришел отец с войны. Моего отца американцы подобрали, стекающего кровью. Они вылечили от ранения его, а затем от туберкулеза. Вот в этих ботинках и вернулся. И, разумеется, конечно, потеря Америки просто заставила подумать, взяться за кисть. И вы написали рейквере? Да. По жену Кеннеди. 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 А помнишь, 13 дней назад я подошел к тебе и спросил Вовка, хочешь быть Портосом? И я сказал, хочу Так, ты иди сюда И я сказал, хочу Теперь тебе на контакт со зрителями Так, обращайся в зал И я сказал, хочу Если когда-нибудь я убегу с поля боя Забудьте мое имя и фамилию Забудьте мое имя и фамилию Забудьте мое имя и фамилию Я на Марате На Балтике И действительную и войну И даже и эту войну Проводил на суд А суд гражданскую тоже воевал Гражданскую, да Гражданскую Три войны прошел я Три войны уже было Белый шиповник Краша садовых роз Белую ветку И он и любовник Браска жене принес Белый шиповник Страсти виновник Он, не смеясь, андал Листья упали на подоконник На полупала шар Для любви Не названа цена Лишь только жизнь одна Жизнь одна Жизнь одна Еще интересный такой факт, что И здесь Сила любви распространяется Белый шиповник Рязанову было 40 лет Это уже стареющий, довольный граф У коменданта форта Этого испанского Аргуэль Была дочь Кончита Ей было всего 16 лет Сравнением Рязанову 40 И здесь 16 Но кроме разности возраста Была еще и разница в религии Исповедовалась Кускова Екатерина жену звали Екатерина Прохоровна Читай дальше Жена Ивана Кускова Екатерина Прохоровна Была крещенной индианкой Она происходила Из индийского племени Колыши Они прожили жизнь В любви и согласии Вернулись из Америки в Тотьму Исповедовалась В 60-м году мы с ним встретились Я в Ярославле жила Работала там тоже Он туда катал бревна На нижнем складе Коля Найдите мне Говорит Пожалуйста Книжку о любви Я посмотрела на его так Сама-то себе Боже мой Он есть хочет Да все И шутит О любви Книжка Я говорю Иди-ка домой Давай парень Поешь хорошо Переоденься Отмойся А потом я тебе Найду книжку То о любви И Коля Бой Приходит И до второй раз Опять Встречаться надо Ебу Вот казать Думаю Так нехорошо Тут уж он Наряженный Все Куда это мальчишка Я даже длинная Да и тоненькая Туда была Не такая как теперь Я выходила замуж У меня был первый муж Глупая какая-то Была любовь Ну я очень глупая Отчего и говорила Раз и все Письмо нашла в кармане От девушки И вся ревность Сыграла такая Что все На раз Оборвала все нити А оказывается Судьба-то тянула Вот куда К этому другу Вот любовь-то Какая бывает Для любви Не названа цена Лишь только жизнь одна Жизнь одна Жизнь одна Для любви Не названа цена Лишь только жизнь одна Жизнь одна Жизнь одна. Можно я одно письмо прочитаю? Здравствуй, Василий Иванович. Вычитала в газете, что вы плетете березовые лапти и вывела решение, что вы труженик, умелец своего любимого труда. Верно про тебя вправде пишут, что нельзя забывать нашу старину. Вот и отец мой лапти плел, и кузовки тоже. Так отца моего уже нету. Да. Вот уж пятый или шестой год, Аня, он ездит-то у нас в командировке все. Показывать людям, что тут занимается наш тотемский, как говорится, народ, чем занимается. Вот он это и возит. И свои картинки тут у него, и что, художников. Так вы против этого? Ну да, против этого, грубо. Как прочитаю, где написано, что это люди-то хвалят, что очень хорошо, что это понимают, то все, так я тоже слезы на глазах, какое же. Хорошо это, пусть все знают, что делается в нашем тотемском районе. Так что вот, мой самодеятельный художничек. Дедушка, говорят, одна ваша работа в Москве есть. Статуй есть. Есть, есть, плетен мною. Где? Стоимость его на 100 рублей. А не знаю, вот в какую организацию он уезжал. Приезжали, три мужчины были. И я этого статуя плел, вот как эту коржинку. Сплел сапоги, сплел брюки, а потом куртку сплел, а наверх шляпу. И вот за это, за все спросил, Черницын было, что здесь этим. Подошел один, да, посмотрел, да, сколько, дедушка, просишь-то? И я говорю, сотню. Потому что я бил с ним, черт не я знаю, сколько, так дешевле, так нежелательно. Он взял, да, в карман, да, вынял свой портамонет, да, отсчитал сотню, да, а тому сказал, забирай-ка в машину, говорит, его. Кого? А из статуи от этого. Посмотрел я розы, по одной выставке. Ну, приехал домой, сделаю я так же, или не сделаю, я сделал. Ну, не только розы, все остальное. Так что, испытываю себя постоянно, я без этого не могу, мне что-то нужно новое, новое. И не забирайтесь никуда вообще, испытывать себя где-нибудь в других местах. В других местах? А что, здесь мало места? Три-четыре. Отважно сердце у любого, и шпага верная остра. Мы за друзей стоять готовы, за жалких трусов никогда. Повтором. Мы за друзей стоять готовы, за жалких трусов никогда. Правильно, хорошо. Это должно пройти вот красной линией, все. Понимаете, вся эта доброта, вся эта отзывчивость, все это благородство, все это свойственно вам, мушкетюрам. Между прочим, у нас такой дневист. Сначала человек, потом актер. Чьи слова не знаешь? Ваши. Вера Васильевна, говорят. Нет, это не мои слова, это Станиславского. Мы успели хорошо. Иван Кусков, через 30 лет, возвращается из Америки в Точму. Золотую медаль за подвиги во славу Отечества вручает ему граф Рязанов, командир ЮНОНЫ. Остаток жизни вице-губернатор форта Рос Кусков проводит в своем ветхом доме. В Калифорнии до сих пор чтут память о Кускове. Вот медаль, отчеканенная в его честь. А форт Рос стал памятником нашей общей истории. Он превращен в туристический комплекс. Наконец, и в Тотьме восстанавливают дом Кускова. Догоняем Америку. Она особенно дорога тем, что с нее, можно сказать, началось открытие тотьмской архитектуры. В Америке, которая оказалась испощренной именами Токинчин. Вот такая глухая вот стена декоративная, видеть, крепостной. А она, корова, имеет длины сожжения печатных четыре. Ну, как он отмечает, не только много писал, но еще больше думал. Перед вами Богояринский собор. Смотрите, это настоящий тотемский исакий. И я фотографию вам показываю не в том смысле, что какой он был, а в том смысле, какой он должен быть, я думаю, будет. Я в огороде была, загребала эту сену. Вдруг поднялась, такой ураган поднялся. А этот крест. А вот, вот, первое, видишь, креста-то нет на этом. Креста-то нет. Знаете, кресты, а вот на этом нет. Вот он и упал. Этот крест. Все смотрели, ой, крестин, как упадет весь дом. Это крест, вот, вертелся, такой урагант был. Вертелся над крышей, над домом, на моем. Потом вот носить, да носить, да носить, да тут и бахнулся. Вот. А это бы на дом. А Бог спас, видно. Вот так. Памятники нужны нам для того, чтобы сохранить их для нынешних и будущих поколений. Эти памятники истории культуры отражают у нас материальную и духовную культуру, значит, прошлых поколений, многовековую историю нашей Родины. Памятники истории культуры представляют собой, значит, неотъемленную часть мирового культурного наследия. Формирование высокого, значит, эстетическо-нравственного, патриотического и интернационального воспитания трудящихся. Они служат целям развития науки, образования, культуры. Решением Вологодского облсполкома номер 180 у нас здесь в Тотьме 34 объекта, взятые под охрану государства. Памятники истории культуры. Принял решение и, значит, довел это решение до граждан. Так он довел. Или изданием, значит, периодической печати, или, значит, надписи на объекте, значит, что это памятник истории культуры. Или же установление памятной доски, также на объекте. Из глубины веков посылают мореходы отчаянный СОС, сигнал беды. Тотемские картуши – это знак, который в эпоху русского открытия Америки оставили наши мореходы. Что мы оставим потомкам? Что останется от нашей Тотьмы? А вот еще открыточка вам, Василий Иванович. Просим вас явиться на прием к врачу-стоматологу. Что? Глупости хватает. Ну, чего ему? Чего ему надо? У меня уже ни одного зуба нет. Зачем же я пойду? Я думаю, нам стоит посмотреть. Это вот здесь. Это предположение, да? Нет, камни я видел. Это как раз надгробие с монастырского Акрополя. Вот есть надежда, что может быть среди вот этих памятников, которые ушли на фундамент бани. А вдруг может быть там как раз надгробие Ивана Кускова. Нас мало, нас адски мало, а самое страшное, что мы рос. Но сердца забывчивых женщин не забудут авось, не забудут авось. Но без соли и так за счетно, морю не надо слез. Морю не надо слез. Наша вера, вернее расчета, нас приносит авось. Нас приносит авось. Нас приносит авось. Зайцев по-прежнему мечтает сделать тотьму городом-музеем. И, конечно, снимает кино. Судья Геннадия Семеновича Лапина, дел о разрушении и поругании памятников старины по-прежнему не поступало. Вера Васильевна Осовская должна обязательно к весне закончить постановку. Летом она судит футбол. Николай Прокопьевич Сажин в очередной раз оставил свою Анфию Ивановну и отправился в дорогу. Кузнец Николай Детятев закончил ковать якорь, символ оседлости. А Василий Иванович Никифоровский в добром здравии отметил свое 93-летие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok